здорово бойцы на связи флэс так бои с подписчиками играя против эриха фон манштейна на сей раз он выбрал все же немцев я с ним уже играл прошлый бой но уже был довольно давно сыгран но запомнился мне он очень хорошо это был очень очень потный бой вот карта была аржанта но в общем не будем вспоминать прошлое а сейчас у нас настоящая карта бакаш выбрал он сам ее сказал что это не любимая карта сказал что просто бакаш ему нравится чего не скажешь обо мне бакаш моя любимая карта в принципе меня здесь всегда себя чувствую как рыба в воде посмотрим поможет ли мне это как-то победить или нет игра за советский союз против ветеранов восточного фронта но я думаю что здесь уже все и так видно у нас сейчас будет скорее всего любезности вот эти перекидывания гранат как обычно и как обычно это мне будет все сейчас очень сложно комментировать поэтому если если где-то буду молчать и заранее прошу прощения вот это вот начальное сражение его надо всегда выигрывать что иначе потом будут такие проблемы с тем что я так могу потерять позиции очень причем уверенно так пока что я не потерял ни одного пехотинца так он взял гигерея кстати у гейта пум все полуавтоматические винтовки в этом есть определенные сложности господи ни у кого нет гранат также сделал вид что кину влево на самом деле вправо до против полуавтоматических довольно сложно играть что-то получается пт стрелка взял зачем-то нож нож давай но убить надо без применения гранат было бы здорово ес добил его так хорошо ребята у меня здесь живут выживают и гиря рассыпаются пока что я себя чувствую реально очень хорошо и уверенно так все-все посыпался прямо по всем направлениям господи но это было очень очень нехорошо кстати пулеметчик пусть он перезаряжается отлично так тихо и если я возьму вот это то можно сказать что бой будет сделан по крайней мере на начальном этапе ну штурм с его абсолютно глупым управлением я даже верю что управление способно тупить хорошо отлично так этого я наверно сюда ставлю сам возьму какого-нибудь бронебойщика наверное элитного а я же флаг не взял господи вот это вот зря я наверно делаю так ну и наверно сразу можно поставить дополнительные здесь укрепления их здесь много не бывает можно кстати атаковать его левое направление бокаж вполне себе неплохо приспособлена для вот таких вот всяких внезапных атак карта довольно большая но пулеметчик мне вот сейчас очень будет хорошо помогать это тот самый пулемет который я у него скомунизил причем слово скомунизил здесь подходит как нельзя кстати как он поливает здесь не моя куда что лично ничего отличного более-менее так пулемет накрывает ну ладно буду сейчас тогда атаковать левое направление коли я так возможности потихонечку замечаю ты наверное бери в руку базуху и особо не рыпайте у ветеранов восточного фронта очень большие проблемы с танками вот этим надо пользоваться я думаю что двух красногвардейцев с ппш мне хватит за глаза вот смотрите ничего не подозревает даже похоже так в таком случае можно позаимствовать даже парочку фаустов какой бы боевой стрелок то у меня в итоге получается так даже так знай наш против огнеметчиков только так я не очень люблю брать в последнее время огнеметчиков в ответ я все-таки стараюсь как-то их разбивать без дополнительного использования пехотинцев имею ввиду так это сейчас будут кидать гранаты уже это делают хорошо слушайте как прям все по нотам идет может быть я и не даром говорю чтобы каши одна из моих любимых карт и я всегда комфортно себя здесь чувствую мне просто приятно играть на визуально красивой карте так кого че ну я даже не знаю по счету полнейший разгром инициатива за мной еще и огнемет еще и пулеметы я там подобрал еще и жарю господи я даже не завидую ну сейчас должен что-то написать потому что не выйдет зачем стрелком обходить непонятно лучше божь каких-нибудь там штрафников взял ну вот какого дьявола он просто зацените что творит одно ппш но уже я тут не успевал ладно отдаю ему левое направление может быть подольше сыграем хотя я тут не знаю даже можно он парней отправить в тыл пока что так бронебойщик один есть ну можно даже побольше поставить красногвардейцев я наверное этим и займусь один бронебойщик ну пусть здесь наверное будет какая-то техника едет ну возможно пума или сарай там на одной базе в принципе пулемет живой так сюда его вперед вот так да она самая причем он поехал направо зачем ехать направо мне сложно понять в чем идея исключается ну я же ппш в руки взял господи так что подтверждаю своими же действиями что управление порой тупит так сюда иди восполняемся может быть он просто хотел здесь расчистить а потом пройтись спецназовцами какими-нибудь просто всегда когда какое-то действие происходит у соперника я пытаюсь понять ход его мыслей зачем вот эта вот разведмашина нужна была ну ладно пока что у меня инициатива все еще остаются за мной я буду продолжать укреплять свое направление здесь думаю что огнеметчик мне в этом даже очень хорошо поспособствует огнеметчик даже не мой о хорошо горят просто фроновцы причем по-моему нет штурмовики обычные заметь это твой огнемет я не брал огнемет зеркализация в деле еще не но да да все-таки подтвердились мои слова он хотя не совсем подтвердились он просто начал массированное наступление на правое направление так что у меня ребята сейчас сюда подбегут и я думаю что сделают что должны сделают что должно да встаньте уже сюда достаточно просто пару пулеметчиков вот так не хотел потерять того пулемета но я его потерял хотя мог бы и не терять не знаю зачем я это сделал он все продолжает бежать сюда ну вот кучкует так пехоту нехорошо конечно для него черт черт а я это про диверсант забыл и исчезли мои диверсантники слушай а я так как уже стар в этой игре я не знаю на самом деле эта игра как вам сказать если вы научились хорошо в эту игру играть это еще ничего не значит на самом деле очень важен случай какой-то возможно здесь действительно действуют какие-то эстетические что ли нормы ну вот например если я люблю играть на покажу у меня ну как-то более-менее всегда получается удачно играть на этой карте причем независимо от нации я играл с одним с эрихом карта по-моему была аржанта мы там где-то час рубились перетягивали канаты ну просто такая заруба поэтому говорить что игрок слабый ну язык не поворачивается посмотрите тот бой посмотрите обратное даже не знаю другая сторона какая-то что ли может быть так же кстати сыграло свою роль волнение он сам говорил об этом играйте со мной волнуйтесь допустимо мне конечно это непонятно просто потому что наверное я никогда этого не пойму каково это играть против стримера ну не стример короче даже танк вот вообще не запариваясь подбивая танк понимаете я ничего здесь не делаю ничего умного здесь особо не делаю как-то само идет думаю что вы поняли что я пытаюсь до вас донести да то есть зависит от многого вот например бой который ну был недавно это я против кого там темного рыцаря да котукова играл вот то же самое вот только я наверное был вот как раз на месте фон манштейн меня точно так же развалил ну просто у меня там карты не ложились я бездумно терял пехоту просто потому что начало не задалось все и когда начало не задается обычно идет слив очков ну и дальше там что называется пошло поехало ладно хватит уже об этом что это огнемет тоже я даже огнемет не брал в этой игре но сколько подбил этот красногвардеец мне просто немножко сейчас здесь флаг упороться и победка будет сделана пум растворился не не знаю не знаю пока что что здесь конкретно комментировать моя пехота пулеметчики которые я там в начале опять же видите все исходит из начала взял пулемет в начале инициативу перехватил и все это вытекает до сих пор то есть может быть конечно успех сражений напрямую зависит от того как вы начали мне сложно сейчас говорить что как почему из-за чего но тут на самом деле воевать уже даже бесполезно посмотрите на очки на то что я могу взять даже как-то интересно флаг защищаю просто красногвардейцем у которого нету боеприпасов ай блин хохло растворили не хочу не хочу отдавать хочу чтобы эта победка уже была нет все таки он сбивает флаг надо было меньше трепаться нет здесь в принципе уже боеприпасы заканчивают ладно возьму еще один отряд просто не хотел этот отряд брать но надо было уже наверное и победил бы сейчас возможно кстати я заболтаюсь и этот бой будет еще длиться пару часов опять будет перетягивание канатов просто потому что я уже решил что я здесь победил ну кстати правда он начинает как-то атаковать хорошо но по очкам у него не все так радужно так а вот это нехорошо короче засыву возьму я никогда ее особо не брал ну вот и спрятался просто буду отпугивать так господи надо было подождать спокойно да и все в принципе моя засушка там уже прибыла но но или вы хотите сказать что ее еще из-за СУ не пробивает что тогда вообще пробивает эту тему не слушайте вот этот вот агрегат который немецкий да конечно зло мне кажется потому что ну вроде бы там как удивительная игра во всех просто смысла ладно кайфу возьму теперь у меня какой-то слив очков пошел что происходит а уже мог бы выиграть заметьте да так там еще и 34 починили теперь у меня юниты не совсем грамотные здесь реально еще ничего не ясно еще и в этого не попал просто хотел бы вот этот добить бы уже окончательно достал меня уже нет на трак поставил возможно сейчас радиста возьмет так пехоты я не могу к сожалению взять а из-за чего ну из-за 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 ушки этой меня еще здесь поставили на тракт башню сбили и поехали меня добивать давай ну да базука которая не подбивает никого видали такое уже так так ну все починились нет нет еще не до конца это кто такие это командиры отделения ну я вроде бы приказывал ему чиниться но он не стал чиниться лечиться так все ребята в бой так здесь наверное боеприпасов возьму просто побольше так здесь племет давай-ка на балкон о господи свг ну хотя бы не радист ладно ну мне бы отряд пехоты бы взять можно даже мясом в принципе закидать ладно давайте все в бой возьму чисто на мясе здесь попробую дсушка опять в ремонте требуется здесь починить надо сейчас немножко конечно очков придется отдать но зато потом поспокойнее он-то вообще хочу убить но он не убивается ну это мясо подъехало ну давайте так чисто внимание отвлекать я думаю что мясо здесь будет действительно неплохо себя показывать мне нужен вот ты наверное где-то здесь базу кого-то пустая правда подбирай ее срочно причем подбирай по нему прям и стрелял так все мне здесь просто немножко подержаться вы бы в машину сели я честно говоря даже сейчас не понял как я так стрельну так морпехов возьму ну свг конечно сейчас будет приносить господи сейчас сейчас опять затянется на многие годы танк 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 подбил подбил в итоге нет вроде нет что-то там взорвалось буду атаковать заодно левое направление чтобы это побыстрее закончить потому что серьезно это так что не успел ты будешь стрелять нет не взял флаг и там начал ну там с юнитами конечно был полный косяк сначала засушку зачем засушку взял непонятно обычно я ее не беру т60 намного лучше и универсальнее короче ладно это такой небольшой результат результат я думаю что здесь не нуждается в особых объяснениях печаль ну я в принципе во время сражения рассказал вам что вообще думая об этом это действительно загадочно то есть играть умеет и все но просто не за ну бывает такое господи меня тоже постоянно особенно на стримах не заходит просто полоса невезения черная полоса как она у меня видосик и назывался короче ладно результаты перед вами я сейчас на всякий случай вас прошу вообще выставлять это или нет связь был флес всем удачи конец связи по моей тактике сражаться со мной ребята запомните никогда никогда там не надо сражаться по моей тактике вот это вообще колоссальная ошибка черт вообще успех практически любого сражения действительно напрямую зависит от вашей импровизации попрощался да называется и как раз мысли поперли самое ладно просто если вы научитесь гибко и слаженно как-то принимать какие-то контрмеры на меры противника то это действительно может приносить намного больше результатов чем если вы будете пытаться сыграть как-то по накатанной тем более по моей тактике сражаться со мной что это вообще за бред ты видел что ли не видел точнее как я играю за японцев у меня там вообще тактика рандом самая настоящая я там могу взять что душе угодно я даже сам не знаю что я буду брать вот надо играть как можно больше от морожения на самом деле и наверное и будет успех короче ладно это можно мусолить очень долго здесь действительно ничего внятного сказать нельзя все сугубо субъективно на связи был Фесс уже второй раз прощаюсь с вами конец связи уже конце-то концов субтитры субтитры